Мы видим, каковы размеры кластеров. Мы смотрим, что оба признака кластеризующих сыграли максимальную роль в кластеризации. Переходим к отдельным кластерам. Смотрим на то, как они соотносятся. Для этого мы зажимаем Ctrl и щелкаем по номерам кластеров. Вот такая картинка, основанная на модальных частотах. Судя по модальным частотам, все нормально. У нас действительно кластеры достаточно дифференцированы, контрастны. Но если посмотреть на распределение некоторых ячеек, например, вот этой, мы видим очень большую неоднозначность. Вот мода, но мода даже половины объема кластера не покрывает. Здесь нормально, нормально. Здесь опять плохо. Мода есть, но опять же, это мода меньше половины. А так у нас очень размазанное распределение, очень неоднородное. Здесь тоже не очень хорошо. Хотя мода гораздо больше половины занимает. Однако у нас есть респонденты, которые демонстрируют несколько... Точнее, диаметрально противоположное поведение относительно модального для данного кластера. То же самое. В четвертом кластере мы видим бимодальную картину. Причем, эта бимодальная картина такова, что респонденты демонстрируют диаметрально противоположное поведение. Этих вполне устраивает. Этих по большей части не устраивает. Таким образом, пятикластерное решение приводит к существенной экономии нашего интеллектуального ресурса. Большинство кластеров дают хорошее распределение. Тем не менее, третий кластер по переменной оценке жизни, которую респондент ведет. Второй кластер по той же переменной. А также по переменной материальное положение. Четвертый кластер по переменной оценке жизни. То есть, вот эти ячейки и вот эта ячейка, они дают нам плохую информацию. Таким образом, мы можем оставить данное решение, но ориентироваться прежде всего мы будем на пятый и первый кластер.